Большое вести продолжает вести Ульянуск. В студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. При городе, но не город, при воде, но без воды. Игорь Кранцев расскажет об обезвоживании поселка Пригородный. ЕГЭ как пропуск во взрослую жизнь. Сегодня в области озвучены результаты государственной итоговой аттестации. Из Нидерландов чердаклые голландские коровы поменяли страну жительства, но европейский лоск не утратили. Педикюр два раза в год обязателен. Министерство здравоохранения Ульяновского региона подозревает в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня утро. В ведомстве началось с обысков. По поручению Федерального следственного комитета в областном Минздраве изымали документацию, проводили опросы сотрудников. Эту информацию подтвердили специалисты регионального управления ФСБ. Оперативно-розыскные мероприятия проводились по поручению Следственного комитета Российской Федерации. В рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК России, мошенничество в особо крупном размере. В настоящий момент подробности данного уголовного дела не раскрывается в интересах следствия. Председатель регионального правительства в своем аккаунте в социальных сетях уточнил, что предметом следственных действий является соблюдение законности деятельности ведомства в сфере закупок. Цитата. Мы считаем недопустимыми любые нарушения в сферах исполнения государственных полномочий, использования государственного имущества и расходования бюджетных средств. Александр Смекалин все в том же сообщении гарантирует всестороннее содействие следственным органам для проведения полного и объективного расследования для исключения коррупционных факторов. 100 тысяч рублей цена обхода природоохранного законодательства. Сотрудник регионального министерства сельского и лесного хозяйства подозревается в получении взятки. Ну, сотка много? Ну, нет, нормально. В принципе, в этих рамках. Ну, нормально. То есть, сколько нам времени дается на оформление документов? Да тебе меньше года можно не давать. Ты все равно не делаешь. Меньше года, да, это бесполезно. По версии следствия, 21 июня подозреваемый предложил заместителю директора одной из автозаправочных станций за взятку в размере 100 тысяч рублей обеспечить непривлечение компании к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. На следующий день, 22 июня, предприниматель перевел указанному консультанту сумму на его банковскую карту. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Сильный пожар произошел сегодня днем в поселке Связь, что в Засвияжском районе Ульяновском. Около часа дня произошло возгорание в кирпичном доме в переулке Майнском. Вскоре пламя перекинулось на крышу деревянного дома напротив. Как выяснилось, в доме, где начался пожар, проживала многодетная семья. К счастью, никто не пострадал. Обошлось без пострадавших и в доме через дорогу. А вот сами постройки сильно пострадали. Кирпичный дом практически полностью выгорел изнутри. У дома напротив повреждена кровля и чердак. Частично огонь затронул и жилые помещения. Кроме того, из-за высокой температуры расплавился пластиковый сайдинг на еще одном доме. Огнеборцы прибыли своевременно, но их работу осложняло то, что в этом частном секторе недостаточно сильный напор воды. При этом в течение двух часов огонь удалось локализовать и ликвидировать. Спасатели приступили к устранению последствий возгорания. Началось расследование причин пожара. Сегодня состоялось прощание с депутатом Законодательного собрания региона, заслуженным учителем РСФСР Александром Букиным. Друзья и коллеги вспоминали его как человека надежного, с неистекаемым жизнелюбием и трудолюбием. Всю свою жизнь, всего себя он в прямом смысле отдал региону. Работая практически круглосуточно, выезжая в самые отдаленные уголки региона, он трудился на благо людей, находил решения даже самых сложных задач. В доме офицеров, где проходило прощание, практически невозможно было протолкнуться. Люди шли нескончаемым потоком, чтобы попрощаться с Александром Васильевичем. Человек был постоянно в работе, всегда был кому-то нужен. Это, наверное, то качество, которому можно позавидовать любому человеку, который работает. То, что делал, делал хорошо. Как хороший учитель. Ему не было вообще равных. Но и исключительная черта, он всегда умел слышать людей, был для них открытый. В его кабинет всегда могли приходить люди, без всякой записи. Для себя он, конечно, вообще не жил. Я, насколько вот помню, он вообще в отпуск не уходил. Александр Букин – человек слова и дела. Прошел тернистый путь от учителя физики в Охотничевской средней школе до министра строительства и ЖКК Ульяновской области. Затем был избран депутатом законодательного собрания региона. Он не дожил до 62 лет. Плохо стало днем 26 июня. Несколько часов терпел боль. Из-за позднего обращения к врачам спасти его не удалось. Причина смерти – обширный инфаркт. Александр Васильевич был самым настоящим человеком вообще. И я очень благодарна, что он был в моей жизни как наставник, как друг, как коллега. Очень жаль. Помог моей сестре он помог. И так-то от души я. Действительно от души захотела проводить человека в последний путь. Похоронен Александр Букин на Ишеевском кладбище. Телерадиокомпания «Волга» приносит глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича Букина. Другим вестям. Каждое лето, особенно в жаркие дни, жители поселка Пригородный лишаются воды. Живительная влага в некоторые дома этого населенного пункта попросту не доходит или поступает туда лишь поздно ночью. О том, как жильцы двухэтажек выкручиваются и что делают для решения проблемы, коммунальщиков потеряли Игоря Кранцева. Вот примерно так обстоят у нас дела. Немытая посуда, постоянные банки, постоянные бутылки. То есть, ну вот ведро сейчас просто пустое. Как бы если вот открыть, вот сейчас такой напор. А моете как? Моем чем и никак. Подобные трудности и у соседей Александры Хохориной. Особенно на втором этаже двухэтажного дома по-молодежной. Вода идет чуть-чуть, идет как самовара. В самоваре лучше идет вода. Мы до шести часов набираем воду в банки, в склянки, в ведра. Шесть часов, о которых упоминает пенсионерка, это не 18.00, а как раз шесть часов утра. Ради того, чтобы сделать запас живительной влаги, вставать приходится около четырех утра. И, как говорят в пригородном, такая проблема не только здесь. На дальней от Ульяновска окраине. Вода не поступает своевременно и вовремя. Вот здесь живут очень много с маленькими детьми. У нас в доме живут с маленькими детьми. Потом вот я общаюсь очень много в совхозе с людьми. И говорят, что воды вообще нет, даже в частном секторе. В отсутствии воды виноваты и сами люди. Нет, не эти, а те, кто самовольно делает врезки в водовод для полива своих садов и огородов. По крайней мере, это называет в качестве одной из причин недостатка воды в Ульяновск водоканале. Там заверяют, что о проблеме знают. Даже некоторые умельцы там прикрывают наши задвижки, лезут самостоятельно в колодцы. А транзита не хватает дальше в поселок Пригородный. Вот прошлой ночью мы с бригадами, там две бригады работало у нас. Пришлось нам пойти на такую меру. Проблему, как заверяют коммунальщики, решить удалось. По крайней мере, частично. Напор воды в многострадальных домах улучшился. Однако для того, чтобы окончательно снять вопрос водоснабжения в Пригородном, нужно гораздо больше. Больше контроля за теми, кто незаконно врезается в водовод. И больше средств для того, чтобы увеличить мощность самих сетей. Но это дело весьма затратное. Как в плане финансов, так и времени. Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Александр Абрамов. Весе. Ульяновск. На ферме в поселке Октябрьские пополнения завезли туда 400 коров голландского происхождения. О жизни буренок на новой земле расскажет наш корреспондент. Длинные ноги, высокие холки, крупные габариты. Поистине модельная внешность для коровы. Красавицы-буренки приехали на чердаклинскую землю из Голландии. Для этого они прошли непростой отбор. Ведь оценивали не стадо, а каждую в отдельности. Королевство Нидерланды для покупки крупнорогатых было выбрано не случайно. По словам специалистов, там знают толк в молочной промышленности. Очень большая история развития животноводства. Они умеют заниматься молочным животноводством. И коровы, или нетеля, которых вы здесь видите, они все-таки гораздо выше качества, чем могли быть приобретены где-то в других странах. И продуктивность этих животных генетическая. Она не менее 8 тысяч литров молока на голову. На новой земле буренок встретила полностью автоматизированная ферма. Всего здесь теперь около 5 тысяч голов. 2 тысячи из них молочные. На каждой корове электронный датчик. При попадании коров в доельный зал номер рассчитывается. И автоматически номер высвечивается в системе Альпро. Это так называемая база данных по нашей мегаферме. По базе данных отслеживают активность коров, их состояние, количество надоенного молока. Живут буренки по своим особым законам. Здесь есть главная корова. В основном, в отличие от остальных, она всегда с рогами. Есть ее помощницы. Фермеры рассказывают, что у коров есть даже дедовщина. Неугодных, если не уследить, могут забодать насмерть. На этой ферме коровам делают даже пизикюр. Правда, стригут ногти не обычными ножницами, а специальной шлифовальной машиной. Для этого здесь работают специально обученные люди. И такую процедуру коровы проходят два раза в год. Есть на ферме молодняк. Летом маленькие телята живут в собственных отдельных домиках. После их отправляют в старшую группу. Там их и доращивают. Осеменяют коров искусственно, поэтому прибавление каждый год стабильное. Любовь Фомичева, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. Предварительные результаты государственной итоговой аттестации озвучили сегодня. Ульяновские выпускники шагнули в большую взрослую жизнь. Детство позади. Разделительную полосу на дни преодолели в припрыжку, иные спотыкаясь. Но последних меньшинство. Большая часть, а это 5000 с лишним 11-классников, удачно сдали ЕГЭ. Интересная картина сложилась, например, по итогам сдачи русского языка. Нам очень приятно, что, напомню, цифра сдававших более 5000, получивших неудовлетворительные оценки, то есть не перешагнувших порог, но, иными словами, это двойка, 7 человек. В прошлых годах у нас эта цифра была 16 человек. 14 ульяновских выпускников ЕГЭ по-русскому сдали на 100 баллов. Три школьника отличились сразу в двух дисциплинах, среди них химия и история. Что же касается девятиклассников, то в этом году ОГЭ сдавало более 10 тысяч школьников. По математике у этих ребят результаты оказались хуже, чем в прошлом году. Специалисты объясняют это тем, что в экзамен добавлены вопросы из геометрии. У семи школьников результаты аннулированы, они пытались пользоваться телефоном и шпаргалками. Юные ульяновские изобретатели вернулись из столицы с победой. Во вторник они представили свою разработку в Государственной Думе страны, где прошла пятая всероссийская конференция юной техники и изобретателей. Это уже их не первая победа, а четвертая в этом году на конференциях разного уровня. Они представили нашу новую разработку Соляриса, которая называется робот-червь или верми-бот. Эта работа продолжает общую тематику Соляриса, связанную с так называемой бионикой, то есть дисциплиной, использующей идеи живой природы в технике. Идейным вдохновителем изобретения стал шестиклассник Егор Петров. По задумке авторов, верми-бот можно использовать при выполнении глобальных задач. Ну, допустим, можно, чтобы не тащить буры, допустим, какие-нибудь, да, можно делать, рыть канал, электричество проводить, чтобы, или чтобы какие-нибудь каналы для воды. Ну вот. Можно также отправлять его в космос, чтобы исследовать грунт других планет. За техническую составляющую робота-червя отвечает Андрей Чертов. Именно он придумал уникальную конструкцию, благодаря которой верми-бот может передвигаться. Верми-бот состоит из трех секций. Секция состоит из пластиковых крестов. Сжимается и разжимается каждая секция за счет электродвигателей на основе сервомашинок. Самая сложная часть, я думаю, это был блок питания и управления. Там мы его делали один месяц. Прототип юных ульяновских изобретателей, эксперты Всероссийской конференции признали лучшим в своем классе в планах наших земляков модернизировать свое изобретение. Прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра завершит наш выпуск. Ко мне на этом все. Я благодарю вас за внимание. До встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Температура воздуха ночью по области от 12 до 17 градусов. В Ульяновске 13-15. Завтра днем по области 25-30 градусов. В Ульяновске 27-29. В лесах большинства районов пожарная опасность четвертого класса.